Роснефть нацелилась на рост капитализации. Роснефть всерьез решила бороться за рост собственной капитализации. Компания анонсировала целый ряд инициатив, реализация которых может привести к взрывному росту стоимости ее акций. Их руководство нефтяной компанией представило совету директоров, сообщила сегодня пресс-служба Роснефти. До конца текущего года Роснефть планирует сократить совокупную долговую нагрузку не менее чем на 500 миллиардов рублей и запустить программу обратного выкупа своих акций на 2 миллиарда долларов. Данное решение направлено на повышение доходности для акционеров и улучшение инвестиционной привлекательности компании, отмечается в заявлении компании. По словам представителя компании, сокращать свои финансовые обязательства Роснефть планирует за счет снижения капитальных затрат на 20% по сравнению с заданным целевым уровнем сокращения оборотного капитала на 200 миллиардов рублей и распродажа непрофильных активов. На эти же средства будет финансироваться и Буйбацк. Выкупать акции Роснефть будет с открытого рынка в течение 2018-2020 гг. Реализация программы начнется уже во втором квартале текущего года. После того, как будут получены все корпоративные одобрения, говорится в сообщении Роснефти, Программа Буйбацк реализуется в дополнение к уже утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, отмечает представитель Роснефти. Ранее совет директора в компании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 6,65 рублей на акцию. С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года, 3,83 рубля на акцию, суммарный размер дивидендов составит 10,48 рублей на акцию, а общий объем выплат по итогам года составит 111,1 миллиарда руб. В СЕВА по итогам 2016 года компания заплатила 63,37 миллиарда рублей. Таким образом, рост дивидендных выплат составит 75% рекорд для российского рынка, подсчитал начальник аналитического департамента компании БК сбережения Сергей Суверов. Гарантии существенного снижения финансовых обязательств и решения о Буйбатск станут настоящим уколом адреналина для котировок Роснефти, которые имеют все шансы обновить исторические максимумы, выразил уверенность начальник аналитического департамента Альпари Александр Розуваев. Инвесторы уже оценили решение компании увеличить дивиденды. На фоне новостей о рекордных выплатах акций Роснефти на московской бирже обновили рекорд с февраля 2017 года, подорожив к моменту закрытия более чем на 5% до 370 рублей за акцию. В целом же с начала года бумаги компании выросли в цене более чем на 25% подсчитал эксперт. Обещание гарантированного снижения долговой нагрузки в дополнение к новой дивидендной политике для акционеров, сулящей предсказуемые дивиденды очень позитивный сигнал для рынка. Согласен старший аналитик инвестиционной компании АТОН Александр Корнилов. Перейти в мою ленту новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова